Сюр Настольный, вами здорова! Здорова! С вами Настольный Сюр, и сегодня мы попытаемся остановить злого гения в научно-фантастической игре The Loop, или Петля. Петля — это яркий и кризисный кооператив с путешествиями во времени. Правда, геймплей на путешествия во времени мы особо не ощутим, но визуально и тематично это чувствуется. У меня сегодня на обзоре французская коробка. И, как говорится, леди бюже, что в переводе означает «давайте посмотрим, что у нее внутри». Поле, похожее на кубическую пиццу из семи частей. Машина нашего злодея Доктора Фальша. Фигурки миплы агентов, карты артефактов и карты Доктора Фальша. Горка пластиковых кубов, тайлы заданий и тайлы воронок. Планшеты игроков, жетоны двойников Доктора Фальша и мешочек для них. А также набор для кастомизации игры, включая соло-режим. По сюжету, профессор Фальш решил захватить мир. И для этого наплодил целую кучу временных клонов. Правда, он не учел, что из-за этого ткань мироздания и ткань временного континуума могут развоплотиться. И мы должны остановить этот процесс, чтобы наш мир остался целехоньким. Вообще, вся игра очень приятно считывается визуально. Каждый цвет символизирует конкретный временной период. Синий, доисторический. Желтый, средневековье. Розовый, эпоху возрождения. Зеленый, промышленную революцию. Оранжевый, глобализацию. Фиолетовый, правление роботов. А красный, конец времен. Постапокалипсис. Собственно, каждому цвету соответствует свой кусочек кубической пиццы, свой герой, свои карты артефактов и свой собственный злобный профессор. Структура игры следующая. Раундов, как таковых, в игре нет. Но есть некое усложнение в процессе. Мы будем ходить по очереди, и в начале каждого хода каждого игрока будет происходить какое-то событие от доктора Фальша. Ну, он будет плодить своих клонов и разрушать реальность. И таким образом суммарно мы можем активироваться 21 раз. То есть 21 ход на игру максимум на всех игроков. И наша цель выполнить поставленные задачи за отведенное количество раундов. Каждый игрок выбирает персонажа, получает его планшет и персональную небольшую колоду. Персонажи отличаются непосредственно колодой, которая символенно помечена на его планшете. А также уникальной способностью, отображенной снизу. Здесь есть небольшой эффект декбилдинга. То есть вы в процессе игры будете улучшать свою стартовую колоду. И если вы начинаете с шести карт, то заканчиваете примерно девятью-десятью. То есть не очень сильно разрастается. Ход каждого игрока делится на пять фаз. Активация доктора фальша, фаза действий, приобретение карт, проверка выполнения заданий и обновление. В первой фазе вы тянете из мешочка один жетон и выкладываете его в соответствующую зону. Перевернув, вы узнаете, куда нужно доставить этот жетон, чтобы он развоплотился. Далее мы тянем артефакт из колоды и отправляем в соответствующую зону. После вы вытягиваете карточку профессора и смотрите, куда поворачивается его башня. Вы берете два красных кубика пространственно-временных дыр и еще по одному за каждого злого клона, что находится в той же зоне. Например, вот тут за эту парочку вы берете еще два куба. После бросаете все кубы в башню и смотрите, на какие зоны они прилетели. Как только в одной зоне окажется четыре куба, происходит разрыв реальности. Вы убираете тайл цели и заменяете его на тайл временной воронки. Все, эту цель вы больше не сможете выполнить. И если на этой воронке снова окажется четыре куба, вы проиграли. А вы выигрываете, если выполните за 21 активацию четыре вот таких задания. Например, это выполняется, если мы разовоплотили шесть разных клонов. Во вторую фазу активируйтесь уже вы. Вы можете разово переместиться в соседнюю локацию бесплатно. И сколь угодно раз за зеленые кубики энергии, что лежат в локации. Можете разыграть по одному разу все ваши карты и воспользоваться петлей. Петлей времени. Ведь вы агенты департамента защиты времени. Для этого вы тратите зеленый кубик в вашей локации. И разворачивайте все карты одной масти обратно. Масть изображена здесь. И их четыре. Но четвертую с символом черной дыры. Перезарядить таким образом не получится. Использовать петлю можно в свой ход сколь угодно раз. Правда, каждый последующий будет стоить на одну энергию больше. То есть первый раз одна энергия, второй раз две, в третий три, а в четвертый правильно нисколько, потому что столько энергии у вас не будет. В конце хода вы можете добавить карту, что лежит в вашей зоне себе в колоду. Затем проверяете, выполнили ли вы какую-то миссию, и если да, открываете следующую. А в конце хода вы переворачиваете свой планшет, добираете карты до трех и передаете ход другому игроку. Но перед его активацией активируется доктор фальш. Повторюсь, побеждаете вы, если выполнили четыре задания. Проигрываете, если четыре измерения обзавелись воронкой. Если воронка взрывается, то есть вы дважды в одном измерении собрали четыре красных куба. И если не успели за двадцать одну активацию. А пока у вас есть великолепная возможность посмотреть на плюсы и минусы игры. Минусы. Первый минус от меня это то, что игра про комбо-вомбо. Игра про клевые комбинации. Но декбилдинга в игре очень мало. Потому что какие-то карты вам будут не нужны. Какие-то карты будут забирать другие игроки. Какие-то карты будут оказываться не в нужных для вас локациях. А какие-то карты будут иметь символы, которые не нужны вам. И поэтому за всю игру вы получаете не очень большое количество карт. А хотелось бы побольше. Второй минус. Небольшой, визуальный и его вероятно в будущем поправят. Заключается он в том, что здешние миплы здоровые, большие, но очень пустые. И им чего-то не хватает. И вы, если интересовались игрой, вероятно находили в интернете фотографии этих миплов с наклеечками. Клевыми, яркими, сочными, тематичными наклеечками. Но дело в том, что эти наклейки неофициальные. И производитель игры против них, и потому в предзаказе их не будет. Но производитель обещает в скором времени показать, явить миру свои собственные наклеечки. Ждем, не дождемся. И последний, самый важный минус. Где красный и желтый персонажи? Почему цветов 7, а персонажей 5? Где мое дополнение? Плюсы. Первый плюс, который заставил меня обратить внимание на эту коробку с самого анонса, это визуальный стиль. Мне очень нравится этот яркий, сочный, комиксный стиль, который отсылает к старым мультфильмам, например. Лаборатория Декстера. Первое, что приходит в голову. Второй плюс, отличный продакшн. Башенка. Тайлы. Миплы. Кубики. Мешочек. Жалко только, что органайзера нет. И хоть тут нет красного и желтого персонажа, все остальные присутствуют. И они каждый интересен по-своему, и у каждого свой интересный, не похожий на другие геймплей. То есть, например, синий, который похож на какого-то доисторического Йети, прыгает в любую локацию, а не в соседнюю, и потому очень мобилен. А девушка из фиолетового времени настоящий охотник наклонов. Отдельного упоминания стоит местная комбинаторика, потому что вся игра про то, как максимально продуктивно разыграть ваши карты и вашу способность. И когда вы сможете это хорошо показать, когда вы сможете реализовать петлю, а то и не одну, то вы получите настоящее наслаждение. А в этом вам поможет еще и огромное количество артефактов, что присутствуют в игре. Еще из плюсов хочется выделить местную систему надстройки. Здесь есть целый наборчик, благодаря которому вы сможете кастомизировать свои партии и сделать их непохожими друг на друга. Ну, в рамках разумного. Небольшой плюс, что здесь присутствует соло-режим, а также большой плюс, ожидаемый, долгожданный, что The Loop, петля, будет на русском от Gaga Games. Прямо сейчас стартанул, или вот в ближайшее время стартанет предзаказ на эту игру. И если вы хотите ее поиграть, если вам понравилось, что я про нее рассказал, то ссылочка в описании, ссылочка реферальная. Проходите по ней, поддерживайте канал. Спасибо. Короче, если вы любите кооперативы, если вы любите покрутить вомбо-комбо и любите подумать над своими ходами, то эта игра для вас. Я ее вам рекомендую. А также рекомендую поставить лайк, подписаться на канал, сделать репостик, написать какой-нибудь хороший, нехороший комментарий. Любой комментарий. Переходите по ссылочке в описании, а также заходите на бусти, смотрите, что там выходит новенького. Поддерживать канал рублем, как сделали вот эти прекрасные люди. Надеюсь, они не наплодили своих клонов. Хотя, если они наплодят своих клонов, и те тоже подпишутся на бусти, будет, наверное, неплохо. Правда, там будут, наверное, уже не рубли, какие-то другие валюты. Но разберусь, так и быть. Все, до скорых встреч. Не скучайте, не болейте. Играйте сами, играйте с нами. Не шутите со временем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok